ребятушки всем привет рада приветствовать вас на своем канале я здесь снимаю ежедневные видео влоги о моей жизни теперь уже о нашей жизни нашей маленькой семьи меня мужа и нашего новорожденного ребеночка а сегодня у меня будет необычное видео для моего канала это видео про третий триместр наконец-то я его записываю получается 12 апреля я стала мамой и вот теперь я готова рассказать что у меня было в третьем триместре как я себя чувствовала и так далее но начну с того что наша беременность наступила с стимуляцией овуляции если вам интересно вы можете посмотреть это видео также можете посмотреть мое видео про первый мой и про второй триместр ну а мы будем с вами начинать я тут выписала себе небольшие моменты и постараюсь ничего не забыть на самом деле вся моя беременность была в принципе легкой можно сказать для меня она была легкой но со стороны врачей у меня постоянно там были какие-то запреты противопоказания в общем всю беременность меня преследовал тонус тонус матки так это называется нашей стране в россии хотя во многих странах уже нет этого диагноза в общем у меня это все 16 недель и в 35 недель беременности не поставили угрозу преждевременных родов и все-таки настояли на том чтобы я легла в больницу и я легла так как этот тонус у меня хоть и был но он не имел никакой регулярности но вот именно в 35 недель во первых у меня этот тонус начался с сильными как бы болями которые в принципе были терпимыми но я все-таки решила ладно полежу в больнице мне проставили капельницы с капельцами ставили три дня гонепрал по моему так это называется если я не ошибаюсь и на самом деле я немножечко пожалела что я легла в больницу ну во первых капельницы не эти не помогли тонус так у меня продолжался до самых родов не не оставлял меня в покое но мне пришлось немного понервничать в больнице так как у меня а нашли коронавирус и переводили меня экстренно в отдельную палату в общем вы также можете про это посмотреть и есть отдельное видео но давайте начнем с начала третьего триместра а во первых как только начался третий триместр место очень тяжело дышать а из-за того что малыш давил на вот сюда до в грудную клетку на легкие получается своими ножками но это у меня быстро прошло неделю-две и все я перестала это чувствовать а дальше у меня появилось такое знаете неприятное чувство что-то похожее на изжогу но это сто процентов не она изжоги у меня за всю беременность не было вот что такое знаете когда ты покушал и тебе как-то сложно поменять положение вот что-то вот здесь вот давит это явление также прошло довольно таки быстро и в принципе я уже ничего такого особого не помню что это не мешало как-то жить но просто вот было неприятно менять положение после того как ты покушала или попила или еще что-нибудь сделала дальше у меня появилась тошнота да здравствуй первый триместр у меня тоже был был токсикоз и вот здесь я опять вспомнила если я проснусь утром и покушаю то мне станет плохо если я проснусь утром не покушают у меня тоже станет плохо это у меня было преимущественно утренняя тошнота и также на протяжении трех недель вот я не могу сейчас честно вспомнить с какой по кою неделю уж простите меня я просто буду рассказывать что было в общем в третьем триместре это тоже продолжалось как-то недолго и постепенно ты к этому привыкаешь также как и к токсикозу в первом триместре в общем ничего страшного терпимо уже ближе к концу срока после 36 недели как раз после того как меня выписали из больницы у меня появилось такое желание побольше поспать по отдыхать мечет ничего не хотелось делать хотелось просто лежать там в телефончике залипать и все но мне приходилось себя заставлять гулять потому что свежим воздухом дышать тоже нужно в итоге я выходила на улицу из своей зоны комфорта и не пролежала слава богу до самых родов также одно из интересных явлений у меня был третий скрининг хотя его отменили и не хотели мне его делать но из-за того что у меня была угроза там прерывания точнее преждевременных родов уже из-за того что у меня был постоянный тонус мне все-таки сделали этот скрининг и вот этого я точно не пожалела потому что там на узи говорят примерно как ну как весит малыш да сколько а хорошо ли все развивается или нет так вот на этом узи у меня малыш весил в 32 недели кило 800 плюс минус 200 грамм там было и у меня нашли нарушение маточно-плацентарного кровотока первой степени это совсем не страшно мне ничего не назначили просто не лежать там долго на одном боку я даже уже не помню с правой стороны по моему мне он был нарушен но это скорее всего из-за того что именно ребенок у меня почему-то всю беременность любил лежать на правом боку у меня поэтому скорее всего он там немножечко пережимал вены которые снабжают матку и вот такое вот явление случилось также в период где-то с 34 недель наверное у меня тянулась кожа наверху животика прямо от от грудь ну между грудью и самым самой высокой точкой живота она растягивалась и когда ее смазывала кокосовым маслом то мне становилось легче и это знаете такая была боль как будто бы у меня там синяк но когда вот я помазала немножечко она впиталась и все хорошо все все отлично кстати насчет растяжек растяжек у меня не появилась ни на последних сроках беременности уже не после родов растяжки у меня остались только на груди к сожалению скорее всего они теперь со мной навсегда потому что они так ужасно выглядят но ничего страшного главное что у меня сейчас есть мой малыш и я счастлива полностью своим телом после родов довольна все прекрасно у меня в жизни так что растяжки мне кажется это такая ерунда по сравнению с тем что ты держишь своего ребенка на руках также третий триместр это прекрасное ожидание родов и когда тебе каждый день начиная с 37 недель начинают писать привет ну как дела с намерками на том что не собираешься ли ты ехать в роддом сегодня как там у тебя жизнь налаживаться или знаете такие вопросы а когда ты родишь ну извините ребят я это не знаю и постепенно постепенно эти вопросы начали меня бесить я жестко раздражалась из-за этого и до самых-самых родов у меня вот было такое желание просто следующую беременность никому никогда не говорить точную дату пдр которую мне поставили просто знаете скажите что там начало апреля конец мая не знаю такую большую дату чтобы просто люди не доставали вас потому что это на самом деле раздражает во первых ты сама уже на последних сроках ждешь до этого явления что ты не знаешь сама когда эти роды начнутся тебе как бы хочется в принципе знать но ты не можешь этого сделать и ты сама себя накручиваешь то что может сегодня а может завтра а может сейчас а может там через неделю короче вот это вот само ожидание она во первых тебя выматывает а во вторых когда еще тебя и спрашивают об этом короче пока моя кукуха я я очень сильно из-за этого бесилась серьезно каждый вот этот вопрос когда я видела в телефоне я просто хотела выкинуть этот телефон выключить но я не могла потому что но все же люди за меня переживают ну и конечно же чем заканчивается третий триместр это рождением долгожданного ребеночка я родила сына в тридцать девять недель и четыре дня по дороге у меня стояла на 15 апреля родила я 12 апреля в общем я также засниму небольшое отдельное видео там чтобы немножко все разложить по полочкам а так я записывала влог который вы тоже можете посмотреть у меня были партнерские роды с моей мамой если вам интересно то просто тоже переходите и смотрите но я на этом буду заканчивать свое видео возможно оно было совсем не полезно для вас но я так хотела запечатлеть этот момент этот третий триместр потому что все же это ожидание моего ребеночка и если вдруг вам было полезно то напишите об этом комментарии а также можете рассказать что у вас было в третьем триместре как проходил ваш третий триместр или еще проходит скорее всего я вам желаю удачных родов если вы их ждете все обязательно будет хорошо всех люблю целую всем пока пока